Всем приветик, добренькое утречко, ребятки, как дела? А мы сейчас идем менять купальник, короче, решили мы сегодня, гляньте, пойти на пляжик, видели, да? Одела я новый купальник, думаю, сегодня обновочку, как говорится, это самое, а Витрюган, кошмар. Смотрите, какой у нас кораблик здесь стоит, ну как памятник такого стиля что-то, прямо возле моря. Кстати, красивый кораблик, сделали такую тут самую, вот, гляньте, поляночку, а потом возьмут здесь, поставят шатер, и после этого шатра будет праздник. И вот эта все красота пойдет неизвестно в одно место, вот скоро будет, скоро начнутся праздники. Кстати, хотела поблагодарить Ирочку, Ирочка, спасибо огромное за твой донат, и, честно говоря, хотела тоже сообщить мне очень приятную новость, представь, я тебе дала ссылочку, да, где я открыла банковский счет, ну, специально для ребят, допустим, с России, ну, ТДТП, вы поняли, да, и так получилось, что я эти деньги вывезти не могу. Пробую, на этих днях буду еще пробовать, но, честно говоря, до такой степени обидно, так что ссылку эту пока никому ничего не буду давать, пока я все это не выясню. Очень, Ира, обидно, пипец, спасибо тебе огромное, все равно моя девочка. Так, а здесь ветер, сейчас пойдем, короче, в магазин. Как не выходные, так мы не можем пойти на пляжик, нормально? На той неделе хоть, слава богу, пошла хоть денечек, а? Только начинаются выходные, и все, начинается ветер, какой ужас, правда? Эти девочки у меня спрашивали, где находится этот магазин. Находится, смотрите, как раз вот на этом кружке, где вот Сапию у нас, пляж, да, называется Мода Пассео, так что вы быстро его найдете. Вот как раз напротив волнореза, он у нас здесь один такой большой. Короче, на меня ли мы, пошли, девочки, ну, с полчаса рылись ходили. Получается, когда вы покупаете что-то, у вас остается, допустим, ну, они вам должны вернуть деньги. Денежки не возвращаются, нихренушечки. Ну, ничего, я тогда пошла себе, выбрала лифчик, ну, то на том и зашло. Так что, как видите, принужденное скупляние. А сейчас хочу пойти на рынок посмотреть. Мама осталась там, говорит, тяжело и жарко. Ну, а я пойду побегаю и покажу вам цены тоже. Смотрите, все овощи у нас сегодня по еврику. Представьте, а, вот это, да, новости. И кабачки, и все. А было, помните, да, подорожание. Помидорчики тоже у нас по еврику. Абсолютно по еврику. Сегодня дешево, ребята. А мы как раз купили овощи все. Смотрите, огурчики по еврику. Я их так люблю. Сейчас на обратном пути возьму. Думаю, покажу вам обувь немножко. Вот такие вот, смотрите. Ну, это, в принципе, такое. По 5 евро продаются здесь. Ну, такое, видели? Ничего интересного. Я уже, как говорится, поздно пришла. Вот такие вот хорошенькие, правда? Но единственное, это же на один сезон буквально. Говоря, на каблуке уже ничего не хочу. А вот такие, они очень тяжеловастенькие. О, а тут барахолка Улием Гудит. Видели, да? Сейчас пойдем глянем, что там есть. За целый рынок, ребята, единственное, что можно вам показать, это вот такие вот костюмчики. Смотрите. Какие хорошенькие. Гляньте. Ой, а легкие и штанишки. И вот такие тоже. Смотрите, какие прикольненькие, правда? Я не знаю, правда, сколько стоят. Вообще прелесть. Вот такие тоже ничего, да? Правда? Какой вам больше понравился? Ну, и здесь, как видите, штанишки. И вот, смотрите, какие цветные-цветные штаны. Ой, какие. Ну, а здесь, как видите, все то же самое, что вы смотрели в другом магазине. Видите? Те же самые штаны. И даже леопердовые. Вот сейчас я вам покажу. Вот, видели, да? Кляша-кляша. Вот еще вот такие вот. Ну, это тоже, видели? То же самое. Вот такие вот хорошенькие кофточки. Вот эти вот мне понравились. Смотрите. Вот такие. Там вроде под низом две их, что ли. И вот такие вот цветные костюмы, как вы видите, да? Вот что сейчас у моди. Ну, и вот чисто вот такое вот тоже. Вот тоже интересный, да, костюмчик. Ну, честно говоря, мне и такое не нравится, но... И вот, гляньте, в моду вошло вот такие вот штуковеньки. Помните, как мы в детстве? У нас было на платьюшках точно. Так, что у нас здесь еще есть? Вот такие вот, смотрите, с завязочками штанишки сбоку. Видели, да? А легенькое какое. Вот такой тоже костюмчик. А здесь прямо как кафтаны. Видели, да? Что-то в таком стиле. Кстати, а вот хорошенькие босоножечки. Смотрите, тем более на том самом вот. Не сильно высокий каблучок. Сейчас поинтересуемся, сколько они стоят. Прикольненькие, да? Девочки, будете меня слушаться? Я вот вам такие вот куплю. Красоту. И будете зажигать. И такие уж самые, гляньте, есть черные. Это, наверное, самое красивое, что я увидела сегодня на рынке. Я вам клянусь, а? Вообще ничего нет. И, короче, мы уже прискакали домой. Честно говоря, ветер. Все закрываются. Спешки. Это дурдом. И, честно говоря, на базаре сегодня. Но выбрать вообще нечего. И тем более, когда они закрываются, это уже трэш. Единственное, что я вам покажу сейчас, что я купила. Смотрите, взяла за 50 центавров. Чуть-чуточку надбитые. Чтобы именно сейчас скушать. За евро 80 стоили эти самые. Абокату я еще взяла. Тоже килограммчик. Корень имбиря. Тоже для водички. Потому что я все время сюда в воду ставлю имбирь. Не помню, сколько он сказал. Четыре с чем-то килограмм. Но нам этого хватит надолго. Вот эти маленькие огурчики. Тоже за еврик килограммчик. Терешенька у нас уже есть. Смотрите, за евро 50 килограмм тоже взяла. Попробовать. Но опять же, спешила как бешеная. Тоже за еврик килограмм грушек. И взяла вот эти вот персики. Тоже плоские. И плоские, и вот такие. Видели, круглые. Потому что мне не нравится, когда, скажите, что. Когда варса вот это есть. Эти вкуснее. Скажу, что я еще купила. Ну, короче, на сдачу, которая у меня оставалась в магазине от купальника, взяла вот такой вот лифчик себе. И вот такой. Смотрите, какой хорошенький. На повседневку. 3,90 он мне стоил. Каждый. Недорого и хорошо. Короче, за еврик, девочки, взяла вот такую ковтюшечку. Ну, видели, я еще в купальнике. Вот такая. Ее поглажу. Отбелю. Еврик. Девчонки. Такое ощущение, что вообще без ничего. Легкая-легкая. Вот тоже. Смотрите, какая хорошенькая. За еврик тоже. Я вообще-то брала с расчетом ходить себе на работу. Но это мне очень понравилось. Смотрите, простенько. Сейчас померяю. И как вам не будет, гляньте, да? С распорехой. Кстати, то, что надо. Ну, можно лучше закрыть, правда? Вот так вот. Сейчас я вам еще покажу. Тоже стоила еврик. Потом вот такая вот тоже розовая футболочка. За еврик. Свободненькая. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, какая красота. Видели? Правда, я вся мокрая и взмыленная. Хотя, в принципе, это, гляньте, длинненькая. Вообще прям чудесно. И сейчас я что-то еще вам покажу. Такое, смотрите, девчонки, платьюха. Гляньте, какое оно громадное, свободное. За еврик. И тоже хэбэ. Гляньте. Видите, какая красота. Балахончиком. То, что надо. Девочки, даже дома ходить или на пляж. То, что надо. За один еврик. Кстати, вчера вспомнила, что у меня еще жакетка джинсовая висит. Ну, это так оно сзади, девочки. Так оно сзади сделано. Вспомнила, прикиньте. Да, а вот потому что выходишь на улицу, одеваешь футболочку вроде бы, а вечерочка вчера прохладно было. Пипец. Я вчера вышла прогуляться, я вам клянусь. Это был пипец. Как холодно ночью. Так, чтобы такие наши покупочки. И маме мы уже где-то сделали купальник. Так, что чудесно. У нас тут обиженные ходят. Сегодня, видели, да, вот ребята, в один день хорошо, другой день как-то так. Сегодня она у нас грустная ходит, но никакая. А вот второй принц у нас уже перестал хромать. Да, зайка моя? Да, зайка моя? Отвернулся. Мужик, повернись. Мужик. Слава богу, лапка в него перестала болеть, уже перестал хромать. Хоть кому-то что-то лекарства, говорится, на пользу пошли. Да, моя сонечка? Да, моя зайка маленькая? Красивая. Вертолет ты мой. Вертолет ты мой красивый. Я как слушает, а? Хозяюшка сегодня готовит. Девочки, вы вчера написали, что у вас жареная картоха. Блин, я аж сама захотела. Кто там написал, девчонок? Мы сейчас салатик вот сегодня грохаем. Мы сейчас сардиночки. И сейчас будем топтать. Смотрите, девчонки, у меня опять орхидея выбрасывает еще один хвостик. А все остальные, смотрите, до сих пор стоят. И красная. Вот это вот уже немножко так привяло, потому что, правда, жарко сильно. А все остальные орхидеи, смотрите, держатся. Я каждую выходные их поливаю. И фиолетовая, смотрите, да? И желтая до сих пор. Смотрите, помните, да? Мама говорит, что после Нового года она на второй раз у нас пошла. Представьте, до сих пор стоит. А здесь у нас, смотрите, перчик. Правда, опять почему-то у него тля. Надо будет его побрызгать. Гляньте, какой он уже большой вырос. А это наш злосчастный ровровый лист, который я вам говорила. Помните, да? Кусочки понадрезали мы с него, помыли его, вымыли. Ну, короче, трэш полный. Это все, что от него осталось. Ну, наверняка, скорее всего, лучше выкинуть, гляньте. Это ж обожгла я его всем, чем только могла. Надо будет, наверное, скорее всего, выкинуть. А вот этот вот, смотрите, вот странный цветок. Он у меня уже год не дает. Ой, гляньте, детка будет у нас. Дает только детей, а сам не цветет. И видели, он же живой полностью. Вот руки у меня на этот вазон нет. Если у кого-то есть эти цветы, это орхидея, кстати, тоже. Напишите, как вы за ней ухаживаете, потому что я полив делаю поскромнее им, чем всем остальным. И не знаю, почему. Поцвела она у меня два годика буквально. Видите? Детей пхает. Этот прижился ребенок у меня. А цвести не хочет. Красивейший цвет фиолетовый. Прям супер. От него, получается, осталась бумажечка. Вот такие колокольчики были. Представьте, да? И так жалко, и нет цветета больше. Своему товарищу, гляньте, я нашла место. И потом дочка у меня стырила еще один. Пускай она мне его назад принесет. И, гляньте, поставлю сюда в стаканчик. Мне подружка подарила, гляньте. Вот такой красотень. И вот тут у нас все цветочки. А наша красота, смотрите, вот еще будет цвести. Ребят, я не знаю. Это, получается, до декабря опять. Они-то у меня в декабре начинают цвести. Почти. Нет, в ноябре, январе. В январе? В январе. В январь, февраль. Да. И вот, гляньте, опять будет. В этом году все рекорды они у нас побили, а. И заценяйте. Савдеповские привычки. Видели, да? Пакетики сушатся. Ой, я не могу цирк надрать, а. Вас тоже так мамы делают? А я, короче, ребята, уже не знаю, сколько раз я вам рассказывала, что хочу сильнее труча сальмонада. Это шубок сальмон, но только, не знаю, правда ли, да, она речная рыба, но очень похожа вкусом на сальмон. Хочется мне обалдеть как. Я, помните, заходила в Lidl, вам показывала в моем видео предыдущем, что посмотрела, уже продавали ее, представьте, уже почищена, полностью, без головы, без ничего, только одни тушки. И она стоила, помню, там, две тушки, только филешечки полностью, почти 8-9 евро, помните, да? Ну, короче, думаю, не-не-не, если почищенная, то уже там, ну, не знаю, почему-то. Вот у меня всегда, не то, что я брезгую, я, если вижу рыбу, когда ее продают, да, допустим, с головой, я смотрю в глаза. Если нет глаз, то Бог его знает, сколько той рыбы там уже лежала, правильно? Ну, не знаю, почему, я никогда не смотрю на этот прилавок. Ну, короче, сейчас будем делать сардиночки, по-испански, целиком. Вы, кстати, напишите мне, как вы относитесь именно к рыбе, которая на витрине именно вот лежит уже в таких лоточках продается. Покупали вы, будет очень интересно узнать, ну, как она, по свежести. Говорят, что это рыба, которая однодневная. Ну, вот ее, допустим, только получили, ее сразу сделали. А мне чего-то вот не верится, вот честно я вам говорю, не верится. Сардиночки я, короче, уже посолила, и вот так вот целиком, ребят. Я знаю, что вы мне скажете, у меня мама там тоже возмущается постоянно. Как же это сардиночки не почистить? Нет, ребятки, по-испански вот именно так и делают. И буквально только один раз перевернули, и второй раз, все. И вот целиком. Я еще даже не добавила сегодня копченой своей соли. Ну, мама спасибо скажет. Налила чуть-чуточку, видели, маслечка, и она уже свой сок выбрасывает. Вот, видели, один раз перевернули, и второй, и все. Потому что если передержите много ее, она будет сухая. А это именно, гляньте, красота! Кстати, ребятки, огромное вам спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. Вы знаете, когда вы пишете комментарии, ну, не всегда бывает время сразу вам ответить. Вы знаете, но всегда их читаю. Особенно на Дзене, ребятки, девочки, мальчики мои тоже, потому что мальчики на Дзене меня тоже смотрят. Огромное вам спасибо, и особенно тоже на Мумбанках, кто меня поддерживает, потому что у меня два канала есть. Один на Ютубе, который называется Мумбанк, и на Дзене. Мумбанк это обозначает, когда просто-напросто ты сидишь, кушаешь, создаешь компанию людям, болтаешь, рассказываешь интересные истории. Ну, по крайней мере, у меня Мумбанк это болталка. И просто, как говорится, много очень людей, которые одинокие, и, конечно же, девочки, мальчики, спасибо вам огромное, что поддерживаете меня на Дзене. Это для меня, конечно, только начало, я только учусь, но спасибо за вашу компанию. Я ее чувствую. Ребятки, гляньте, какой у меня шикарный, шикарный стол получился. Салатик с майонезиком, как и должно быть, и на закусняк. Сейчас мы будем топать на Мумбанке, так что приходите к нам. Да, потому что картошечка у нас сегодня, кстати, дорогие мои, с грибочками, вон там, видите, кусочек. Так что приятного аппетита. Так что приятного аппетита. Так что приятного аппетита. Так что приятного аппетита.